Стиль К нам на тюнинг приехал владелец этого Тигуана, который, конечно же, любит свою машину, потому что она обтянута в пленку Норда Грей. Здесь стоит Stage 2, интеркулер от BlackRock, прошивка от E-Tuners, ну и, соответственно, мы со своей стороны доработали выхлопную систему для того, чтобы она была не очень громкой. Здесь уже 360 лошадиных сил, планируется Stage 3, и для того, чтобы выхлоп не душил этот Stage 3, мы предусмотрели такую возможность и сделали всю трассу на 76 трубы, вплоть до заслонок 76. И на открытом режиме эта система будет переваривать около 450-500 лошадиных сил. Погнали, посмотрим, как мы это сделали. Первая часть выхлопа – это downpipe, 2 мм толщиной, 76 мм в диаметре. Идет он до центральной части, здесь хомут. Соответственно, вторая часть глушителя выглядит следующим образом. Тут подряд идут три резонатора 76 на 100. И третья часть глушителя – здесь стоит штатная банка. Помимо этого, у нас идут два выхода на 76 трубе на заслонке, и дальше они в 63 приходят к насадкам. И визуальная составляющая оформлена такой четырехстволкой. Это реплика от Акроповича. Стоимость данных работ составила чуть меньше 200 тысяч рублей. По времени это растянулось на два с небольшим рабочих дня. Это все равно выгоднее, чем покупать заднюю часть от AirLine. И если ты увлечен тюнингом и планируешь сделать Stage 2, а может и Stage 3, то мы можем предложить практически любую конфигурацию. И если у вас есть идейный проект, который вы хотите воплотить в жизнь, мы и наша компания вам подскажем и поможем и в плане конфигурации, и в плане изготовления и сборки чего-то уникального и индивидуального. На связи Игорь и Ультравыхл. На связи и на связи Игорь и Ультравыхл. но как она будет себя вести в громком режиме и также в тихом режиме. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем нам понимать, насколько эффективна оказалась та или иная конфигурация выхлопной системы. И, соответственно, для того, чтобы предложить именно то, что необходимо владельцу в будущем, если он приедет на Stage 2 на 360 лошадиных сил. Ну что, погнали? Ну, на 3000 лошадиных сил у нас присутствует небольшой резонанс. Это довольно естественно, когда турбина так нагружается и выдает наддуло. Вот. Понятное дело, что downpipe, несмотря на то, что мы поставили в центральную часть прям по максимуму, у нас здесь прям хороший звук, очень сочный, слышный. Сейчас мы посмотрим, как она в тихом режиме себя поведет. Кстати, на тихом режиме уже не слышно практически никаких частот, резонансов. И в том числе банка штатная, она в принципе не издает каких-то противных металлических частот. Давай еще туда, на громкой. Давай. Без комментариев. Да, ездит, конечно, она бодрю. В целом, мы, наверное, достигли того результата, который мы хотели. Единственное, мне кажется, что на громком режиме все равно из-за того, что это все-таки не сток, есть небольшие моментики, которые связаны с... Да, есть небольшие моментики на трех тысячах, вот, но они абсолютно терпимы. Тут, как бы, вообще никаких сложностей нету в плане того, чтобы сидеть... Вот даже мы сейчас общаемся на громком режиме, вполне слышно, вполне комфортно, даже с открытыми окнами. Это прикольно. Ну, прям круто. Вот даже две, две с половиной, вот этот вот резонанс, который гул, превращается в гул обычно на многих системах, здесь он отсутствует. То есть, в салоне просто звук такой раскрывающийся громкий звук выхлопа, и при этом его можно просто взять и выключить. Все, мы едем в тишине, в спокойствии. Все, у нас комфортно. Семейный, семейный автомобиль. Ну, давай, натехно. Ну, здесь уже вообще все, ничего нету. То есть, здесь уже настолько все кайфово и... Настолько все классно. И банка, в принципе, она держит, несмотря на то, что это стоковая банка, которая не рассчитана на такие нагрузки. Она какое-то время еще поживет. Ну, а когда она закончится, владелец уже знает, что он будет делать. Наша двухрежимка решает. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...